В Ненецком округе прошел 54-й туристический слет «Дорогами отцов-героев». В этом году он приурочен к знаменательной дате 90-летию округа. Организаторами выступила региональная общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый Лис». Туристический слет «Дорогами отцов-героев» считаю открытым. Субботним утром возле «Обелиска Победы» собрались 9 команд туристического слета «Дорогами отцов-героев». Дождливая погода не помешала бодрому настрою участников. В свою очередь подбодрить напутственными словами на открытие пришли представители власти. Спасибо, что пришли сюда показать своим друзьям, товарищам, болельщикам, какие вы сильные, умелые, ловкие. Желаю вам успехов, желаю пройти все испытания. Ну и пусть поведет сильнейший. С добрым утром. От имени окружного совета ветеранов войны и труда я сердечно поздравляю вас с открытием слета. Желаю вам успехов и выражаю искреннюю благодарность за продолжение лучших традиций нашего народа. Вы те, кто сегодня олицетворяет нашу лучшую часть молодежи. Так что никакая погода, никакие трудности не остановят вас в достижении победы. Удачи вам, здоровья и успехов! Перед стартом тщательная проверка каждой команды. Личное снаряжение, аптечка, ремкомплект, палатки. За отсутствие чего-либо из перечисленного – штрафные баллы. Ремкомплект, на самом деле, проволоки нету, не вижу, шила не вижу, ниток капроновых не вижу, куска брезента и такой плотной ткани нету. То есть ремкомплект не полный. После проверки команд, каждый из них отправляется по выданным координатам с интервалом в 10 минут. Туристический слет проходил в два дня. В первом из них участникам следует пройти по координатам навигатора до определенных точек, которые дают новое местоположение следующего пункта. Далее дойти до места проведения слета, разбить лагерь, посоревноваться в перетягивании каната, а затем набрать хорошие баллы в конкурсе приветствия команд. По итогам первого дня соревнований лидирует команда «Свои люди». Что касается второго дня туристического слета, то участникам предстояло пройти две полосы препятствий – военно-спортивную и короткую туристическую. Для судей и болельщиков на главной поляне был поставлен специализированный экран с онлайн-трансляцией состязаний. Команда «Свои люди» в туристическом слете уже в роли старожил. Ребята принимают участие в нем уже более 12 лет. Все участники с хорошей подготовкой. Впрочем, даже асов можно удивить. Всего элемент самый интересный и самый такой сложный, я думаю, и для всех команд, и для нас в частности – это бабочка. Потому что на ней там распластаешься, не знаешь куда. Была интересная военная полоса в этом году. Юра Гусев отжег полностью со своими колесами, бревнами. Было интересно, думали, что вообще не пройдем. А когда вышли на трассу, побежали просто тупо в нательном белье и нормально было. Короткая туристическая полоса доставила немало хлопот. И если в прошлом году было три срыва на элементе «Бабочка», то в этом всего один. Команда новичков «Умайгадабл» впервые принимает участие в турслете. Ребята готовились три недели до выхода. Ходили в поход, занимались спортивной подготовкой. По словам участников, ожидание не совсем совпало с реальностью. Было, безусловно, сложно. Путь был такой достаточно. Для некоторых неисполнимый, для некоторых невероятный. Но мы справились со всеми заданиями. Особенно нам понравилась сама дорога военная. Потому что там ты в болоте, в песке. Там ты несешь огромное бревно. Впечатлений массы. И они все удивительные. Это все-таки ново для девушки. В этом году организатором главного туристического слета была региональная общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый Лиз». Заявки на участие принимались до 5 июня включительно. Предварительно заявилось 13 команд. Вообще сначала заявилось 13 команд. В этом году у нас лето немножко непонятное. То ли лето, то ли осень началась сразу. Четыре команды, к сожалению, погоды испугались. Поэтому на старт у нас вышли 9 команд. Ставился вопрос вообще на самом деле о переносе. Проходило накануне турслета «Судейская». И большинство команд решили, что все-таки оставить в эти даты. Все-таки это у нас туристический слет. А настоящий турист погоды не боится. Каждая команда состояла из 8 человек. Из них 6 – основной состав. В котором должно быть не менее двух девушек. А также запасной состав из двух человек. Возрастной ценз не младше 18 лет. По словам Алексея Бажукова, главного судей слета, необходима не только сплоченная команда, но и упорная подготовка. Желание, желание, воля и, конечно же, профессиональная их подготовка. Мы почему об этом говорим? Потому что от вашей профессиональной туристской подготовки будет зависеть, наверное, качество, наполняемость туристического слета. Потому что если команды приходят вообще не готовы, ну, вот во всем этом смысла абсолютно нет. Мы долгие годы шли к тому, чтобы от пикника на поляне, такого массового, перейти к туристическому событию. Вот для меня, например, вот как для главного суди, уже 6-й год служу, для меня это, ну, главное туристское событие для Нинско-Автономного округа. По итогам состязаний победу в туристическом слете дорогами отцов-героев одержала команды «Темляки». Второе место осталось за своими людьми. Бронза досталась сборной труда. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Андрей Котов, Кирилл Иванов, Телеканал «Север».